А теперь обо всем подробно. Проезд в красноярских маршрутках подорожает через месяц. Такое решение сегодня приняли в правительстве региона. Утверждена новая методика расчета тарифов проезда в общественном транспорте. Остались ли довольны перевозчики в нашем первом репортаже. На городских автобусах Любовь Григорьевна ездит ежедневно. Каждая поездка как игра в рулетку. Сначала непонятно, успеешь ли заскочить на подножку, а потом доедешь ли целым и невредимым до нужного пункта. В то, что после повышения стоимости проезда качество перевозки улучшится, женщина не верит. Все время повышали и нигде не увеличилось. Ой, не это, не улучшилось, да. Сколько повышают постоянно, и все, и так же и грубят, и матерятся. Едешь в автобусе, между собой там они. Бывают, в частности, грубые кондуктора бывают, неполадки бывают. Скажите, а вот вы верите, что с увеличением платы качество может улучшиться? Нет, конечно. Между тем, повышение платы за проезд частной перевозчики Красноярска требует уже не первый месяц. Главный аргумент – бизнес стал убыточным. Отсюда нехватка рабочих кадров, старая техника, плохое оборудование. Пересмотр тарифов в сторону увеличения, на их взгляд, эти проблемы решит. Хоть что-то приняли, потому что на сегодняшний день мы эту методику ждем с марта месяца. Нам обещали, что в марте ее примут, а на сегодняшний день, сентябрь, и последний день, грубо говоря, рабочего сентября, мы только приняли эту методику. Увеличить плату перевозчики предлагают до 17-18 рублей. Хотя в том же Омске билет на автобус сегодня стоит 13 рублей. Причем такой цена стала лишь 1 июля этого года. В Новосибирске за муниципальные маршруты платят 14 рублей, частные – 20. В Кемерово, соответственно, 9 и 14. Какими цены будут в Красноярске, станет известно примерно через месяц, когда тарифы пересмотрят по новой методике расчетов. Сегодня ее утвердили в краевом правительстве. Мы когда приступили к разработке данной методики, основная идеология была, все-таки акцент должен быть выставлен, сконцентрирован на пассажира, на качестве оказания услуг. То есть вот эта должна красная нить постоянно проходить. И методика в итоге должна, и на наш взгляд она именно такой получилась, выражать интересы, балансировать интересы как перевозчиков, так и населения. Новую методику разрабатывали специалисты отраслевых министерств и ведомств совместно с представителями перевозчиков. Учли мнение всех сторон. В результате в новом документе предусмотрели все – затраты на содержание автобусов, среднюю эксплуатационную скорость, число водителей, кондукторов, налогообложения и так далее. Теперь в течение месяца перевозчики, желающие увеличить плату, могут представить свои требования. Специалисты Министерства транспорта края пересчитают тарифы. Мы пенсионеры, конечно, к этому относимся очень неправильно. У нас так пенсия 7,5. А если отдавать до транспорта, я каждый день езжу, например, на работу, мне выходит копеечка. То, что повышение все-таки не избежать, понятно уже сейчас. Однако сейчас, благодаря новой методике, тарифы будут сформированы согласно с реальными затратами перевозчиков. И уже сегодня в Министерстве пообещали – цена на билет увеличится незначительно. Дмитрий Пименов, Ольга Дегтярева, Денис Тимошенко. Новости.